Дорогие мои друзья, я приветствую вас! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Я сегодня к вам очень спешила, потому что время близится к закату, а я еще не сняла видео. А снять не могла, потому что мне нужно было закончить один элемент в моем новом проекте. Я же хочу поделиться с вами, что же я начала вязать-то после того, как закончила работу с последним кардиганом. Я вам говорила, что у меня больше ничего нет, но вот я же начала вязать. Но прежде чем я покажу вам пару слов буквально о том, что я планирую делать в ближайшее время. Я решила продолжить работу в изготовлении своих изделий, совмещая крючок и спицы. Вы знаете, я не так давно начала этим заниматься. Первое изделие это был джемпер Клеопатра. Потом у меня были два кардигана, где я объединила крючок и спицы. Ну и далее у меня есть идеи на джемпер. Один, который я начала вязать, покажу вам сегодня. Дальше у меня идея пары летних топов в этой технике. Я очень хочу связать себе рубаху в русском стиле. Об этом я расскажу вам чуть позднее. Я просто жду пряжу. Понимаете, мне вязать не с чего, мне пряжи не хватает. Я заказала пряжу, понимаете. Нет, на самом деле часть пряжи есть. Мне какой-то нужен подмот. Какой-то мне нужны там элементы, на определенные какие-то цвета. У меня их нет в наличии. Поэтому жду сейчас пряжу. И та пряжа, которая мне идет, там будет не на крючок. То есть там будет спицевый проект один. В общем, одним словом, я взяла курс на весну-лето. И весенних моделей я, наверное, успею связать не более трех. Потому что все эти модели не простые. Они будут с изюминкой. Даже само понятие объединения крючка и спиц это уже изюминка. И я вот хотела у вас спросить, друзья. А как вообще вы смотрите ваш взгляд на изделие в объединенной технике крючка и спиц? Я просто просмотрела огромное количество сейчас подиума различных-различных домов мод и дизайнеров. Ну и во многих я прослеживаю тенденцию, где идет объединение крючка и спиц. Причем я поймала себя на мысли об этом. Когда уже мелькнула у меня в начале года мысль, что я буду работать именно в этом направлении. Мне это нравится. Я не говорю, что это все изделия будут связаны в этой технике. Конечно же нет. Но вот пока те модели, которые у меня в голове стоят, я прямо ими горю. Вот прямо горю. Это будет все-таки направление женственности. Я вам уже говорила, да. Меня раздражает вот эта вот мужская нота в женских изделиях. Прямо вот эта гендерность в одежде. Мне она не нравится. Я смотрю на молодежь, да, сейчас. Я понимаю, что все хотят быть стильными и модными. Идет девочка. Вот эти вот волосы, извините, падлы висят, да, как сосульки, действительно. Никто, наверное, из них даже не умеет ходить на каблуках. Все идут в массивных кроссовках. Эти огромнейшие джинсы. Эти футболки, если это, допустим, летнее время. Футболки с мужского плеча огроменной. За этой одеждой не видно девочки, не видно женщины. И вот я за всем этим наблюдала, наблюдала. Я думаю, ну хоть бы что-то, где-то вот какая-то прослеживалась бы, я не знаю, сексуальность в конце концов. Да, я не говорю о маленьких девочках, я говорю уже о взрослых девушках, женщинах. Вот взрослые женщины, да, там окружение вот не мое, а вообще в общем насмотренность, о чем мне говорить. Там есть, там, я понимаю, что всем удобны кроссовки, всем удобны там ботильоны на плоском ходу. Я все это прекрасно понимаю. Но когда это объединяется, смешение стилей идет, да, идет смешение женственного образа одновременно с какой-то грубой ноткой. Да, это красиво. Но когда девчата, вот молодые, смотришь на них, они просто облачаются во все это непонятное. Они, на мой взгляд, они, да, они выглядят современно. Да, они, возможно, выглядят стильно. Но я вспоминаю себя, и вот мы с девчонками, с моего возраста общались в елке-палке. У нас была юбка, чем короче, тем круче, каблук, чем выше, тем круче. Мы все были с какими-то там прическами или хотя бы пытались сделать какие-то укладки. Мы всегда были при макияже. И то, что я вижу сейчас, вот лично мне, лично для себя, я говорю только про себя, мне это не нравится. И вот с того момента, когда я, в принципе, это уже озвучивала на своем канале, мне не давала покоя эта мысль, что я хочу женственности. Я хочу не то чтобы классики, хотя от классики я тоже никогда не откажусь, мне нравится классика. Вот, мне хочется воздушности, легкости, какого-то креатива. Я сейчас не буду говорить о базовости, потому что базовость мне тоже вот тут сидит. У меня полный гардероб изделий, которые я могу надеть куда угодно. А мне хочется связать такие изделия, которые действительно выбиваются. Вот, они не похожи на другие. В этих изделиях невозможно потеряться в массе. И чтобы они были женственные. Ну, хоть какая-то бы нотка в них была женственная. Вот я поделилась с вами вот такими мыслями. Отсюда у меня вот закралась вот эта вот идея, она в начале года еще, да. Когда я сказала, да, я пойду этим путем, мне это нравится. Потому что крючком я вязала очень много в запой, почему-то крючок я забросила. Почему, не могу понять. Ну, крючок, допустим, изделия, связанные крючком, это сейчас как по лезвию ножа ходить. А вот объединять крючок и спицы, на мой взгляд, это круто. Почему я сказала, как по лезвию ножа? Потому что еще лет 10 назад все изделия, которые мы вязали, основную часть, с кого мы брали там? Ванесса Монтора, Джованна Диас, да, основные такие дизайнеры, которые работают в технике крючка. Я их всех поперевязала. У меня было почти, наверное, 70% платья из коллекции Ванессы Монтора. Я болела ею, мне это все нравилось. Сейчас, смотря на эти изделия, да, они красивые, да, они красиво выполненные. У меня, кстати, их уже нет, они уже давным-давно пошли по рукам. Они красиво выполнены, но они не актуальны. Почему я и сказала, как по лезвию ножа, не хочется надеть на себя скатерку. Не хочется ни топы, ни платья. В этом плане мне не хочется создать изделия из бабушкиного шифонера. Давайте так будем говорить. Поэтому, когда я сказала, что ну и как-то несправедливо, что крючок у меня как-то ушел в сторону, куда я начала думать, куда, как я могу его применить, чтобы мне это нравилось. Мне это нравится, в первую очередь мне. И потом у меня родилась идея по объединению крючка и спиц. Поэтому я уже говорила, что мне очень хочется поговорить с вами на эту тему. Мне очень интересно ваше мнение, ваш взгляд на этот счет. Я вот сейчас смотрю, очень многие, очень многие вносят в свои изделия подиум, я имею в виду подиум. Идет либо какие-то элементы крючком, либо отделка крючком, декор крючком в изделиях идет на спицевом полотне, возможно машинном полотне. Идет какой-то этнос прослеживается. Причем этнос не только русский, например, или еще какой-то, а абсолютно различный. Где-то Африка мелькает, где-то Португалия попахивает. Помните, я говорила вам, я хочу связать рубашку в индийском стиле, которую я оставила в покое. И сказала, я не буду ее вязать. А в этот раз я хочу связать рубаху в русском стиле. Да в конце концов, зачем мне индийский стиль, если я русская? Я хочу русский стиль. Вот, поэтому об этом я вам расскажу, из чего я буду вязать и как я ее вижу в другом видео. А сейчас я вам покажу то, что я начала вязать. Конечно, у меня связано, друзья, еще очень мало. Вот так это выглядит. Что это такое, друзья? На манекене не стала надевать, тут надевать еще нечего, еще даже в подрезы не сформированы. Это реглан. Это самый обычный реглан с анатомической посадкой. И вот у меня один рукав вяжется с элементами ирландского кружева. Я не могу назвать это ирландским кружевом. У меня язык не поворачивается, потому что ирландское кружево вяжется мизерным крючком очень тоненькой пряжи из определенных составов. Это, конечно же, не Ирландия. Но я взяла мотивы, это турецкие огурцы. Вот так они выглядят. Все это соединено неравномерно с сеткой. И основное тело, это, конечно, лицевая гладь. Обратите внимание, прослеживается легкий меланжик. Я сейчас расскажу вам об этой пряже и еще раз покажу изделие. Значит, пряжу. Пряжу я получала в подарок от Аленушки Абель. Получала ее больше года назад вот такие вот намоты. Я тогда еще у нее спросила, Ален, что это? Она говорит, Юль, честно, не помню. Но она мне прислала три мотка вот таких намота. Вы знаете, да, у Алены Абель есть свой магазин. Девочки европейки, которые проживают в Европе, вы можете приобрести пряжу Алены. Я, насколько знаю, у нее сейчас в наличии, помимо того, что есть бобины, Алена намотает намоты. Уже за нас все подумала, сама объединила. К этим намотам, конечно, можно дополнять еще какую-то ниточку там. Или вязать из того, что Алена собрала сразу. Это удобная форма. Вот этих намоток, во-первых, удобно вязать. Допустим, если бы мне надо было вязать нитью 8 сложений, здесь намот из четырех тоненьких ниточек. Тоненькие, притоненькие. Здесь я вижу одну ниточку вискозы. Скорее всего, здесь есть одна нитка хлопка и два полухлопка. Алена, конечно, ничего не помнит. Я у нее спрашивала. Если бы мне надо было в 8 нити связать, я бы взяла с внешнего конца и с внутреннего конца. Она мотает именно так. И вязала бы в 8 нити. Но получилась очень интересная история. Я говорю, Алена, ты знаешь, мне очень нравится этот цвет. Вам он передается, наверное, классическим красным. На самом деле, это, я бы сказала, очень яркий коралл. Алена, говорю, ты мне прислала три мотка. Ты забыла, говорю, какого я размера. Я набралась наглости. Дошли мне, пожалуйста, еще пару мотков. И сразу у нее спросила, как в совокупный метраж. Она говорит, Юль, ну я понятия не имею. В общем, я снимала видео, ей показывала, разделяла ниточки. Говорю, что это? Потом уже я это сделала. Она мне сказала, примерно в намоте, получается, нить 4 сложения, это примерно 500 метров на 100 грамм. Она говорит, потому что у меня бобины 2000 метров или чуть больше 2000 метров. И вот в 4 сложения получается примерно 500 метров на 100 грамм. Конечно, я же говорю, очень удобно тем, что не из отдельных конусов вязать. Очень удобно, что сразу разные составы здесь уже собраны. В этом плане, конечно, мне нравится. Это уже далеко не первый намот, который мне присылала Алена. Это действительно очень удобно. Она мне начала присылать намоты тогда, когда у меня еще не было моталки. Она львиную часть работы делала за меня, перематывая тонкую пряжу на моталке сразу. И кто-то боится сматывать, допустим, в домашних условиях. Я слышала девочки, я не сматываю, потому что при намотке может образоваться какая-то там петля. Сколько вяжу из пряжи Алены, я ни разу не столкнулась с петлей. Хотя сама мотала. И было такое, что у меня образовывалось. То есть, одна ниточка как-то натяжение не отрегулировала. Мотала-мотала на моталке. И одна ниточка шла у меня вот этим вот петелькой бесконечно, которую я подтягивала с Алениной пряжей. Я не столкнулась с таким, конечно, ни разу. И я попросила Алену мне дослать. Ну, что вы думаете? Она же... Хорошо, Юля, сейчас я посмотрю. Короче, она, по-моему, взяла все, что у нее было красного цвета. И смотала. Видимость вроде как одинаковая. Тут я начинаю вязать проект. Беру, чтобы связать образец. И я понимаю, что у меня в одном на моте есть темно-красная ниточка. А в другом на моте ее нет. Я начинаю разделять. Я понимаю, что второй раз, который пряжу на мне прислала, тут пять сложений. А здесь четыре сложения. Я говорю, не, ну, ну, что мне теперь делать? Ну, я думаю, ну, прекрасно. В девять... Я вижу от одного этого мотка, от одного этого в девять сложений. То есть, совокупный метраж получается примерно 230 метров на 100 грамм. Это спицевое полотно. А крючковое полотно я вяжу в четыре сложения. То есть, из одного моточка четыре сложения. Поэтому, вот еще, почему удобно, да, потому что бобильной пряжи, когда мы работаем, мы всегда можем отрегулировать плотность вязания. Когда мы объединяем два инструмента, то мы можем отрегулировать плотность, сделать единую у спицевого полотна и у крючкового полотна. Вот спицевое полотно по плотности и вот этот крючковое полотно, вот этот мотив абсолютно одинаковой плотности. Девять сложений, четыре сложения. Нерегулярная сетка. А, да, кстати, она сказала, Юль, скорее всего, говорит, там есть ниточка мериноса. Мериноса нет, это показала стирка, поджигание. И, все-таки, я убедилась, вот эту часть я уже постирала, вот эту часть я постирала. Я убедилась в том, что здесь есть ниточка хлопка. Почему? Потому что полотно подсаживается по высоте. Я это поняла еще из образца. Ну и вот сейчас, когда я уже отвязала реглан и постирала и высушила его, я это поняла абсолютно на сто процентов, что да, идет усадка. Получается, у меня усадка на один сантиметр была, когда я закончила работу с регланом. Так и должно было быть по моим расчетам. И вот, посмотрите, вот этот вот легенький-легенький такой меланжик получается. За счет вот этой одной тонюсенькой ниточки темно-красного цвета полотно начинает играть. Пряжа ложится бесподобно. Полотно не забитое на просвет. А как я вам покажу на просвет? Я не знаю, как вам показать на просвет, друзья. Вот так вы меня видите. Ну, в общем, полотно далеко не забитое. Ну, прям, я скажу, прямо рыхловатое. Да, я специально вяжу, работая спицами четыре с половиной. И нить ложится настолько ровно. И еще, в чем еще преимущество бобинной пряжи? Вот когда тонкая пряжа, многие, допустим, боятся покупать, не знают, что с ней делать. Там, которая полторы тысячи метров, 1800 в 100 граммах, 2000 метров, 2200 и так далее. Во сколько сложений вязать? Друзья, это методом подбора, смотря какое изделие, какой узор, что вы хотите получить в итоге. Вы должны понимать, конечно, состав имеет огромное значение. Вы должны понимать, что чем больше у вас метража, тем у вас поле для вашей деятельности непаханное. Хотим, сделаем полотно потолще. Хотим, сделаем потоньше. И когда мы работаем в несколько сложений, в частности у меня в 9 сложений, возможно, где-то получается немножечко дискомфортно, потому что стараешься захватить все петельки, все ниточки. Но если я работаю остроконечными спицами, бывает такое, что не подхватываю. Приходится следить за работой более внимательно, чтобы у меня был подхват всех ниточек. Но полотно, от того, что нет первичной скрутки пряжи, полотно получается очень мягким, струящимся и очень ровно ложится петля. Конечно, если я сейчас скажу вам, вот берите лен бобинный, у вас будет ровно лежать петля, не верьте мне, лен, конечно, ровно, крайне редко ложится. Это, я не знаю, это такая должна быть выделка этого льна, чтобы действительно петли были ровные. Есть самобытная пряжа, конечно. Но вот эта пряжа мне очень понравилась. Прям классная она. Друзья, я на всякий случай для европейцев, если у вас есть возможность и желание посмотреть, вы можете по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе, пройти и попасть в Калене в магазин и посмотреть, что у нее есть в наличии. У нее большой достаточно ассортимент, у нее очень много бобинной пряжи. Есть намоты готовые, есть пряжа ручного окрашивания. То есть, вы можете это все посмотреть. Значит, чем я произвожу сборку? Да, вот у меня нерегулярная сетка. Любовь, я вам посылаю привет. Изначально я планировала взять другую пряжу, но мне она не понравилась, как она смотрится в цвете. То есть, вы видите, что цвет здесь значительно темнее. И это Моника, которую я недавно получила от Любови. Да, конечно, у меня огромное количество этой пряжи на целое плечевое изделие. Причем даже на платье, как Любовь это сказала. Но я пока не готова. У меня есть идея связать платье. Но я понимаю, реально понимаю, что это достаточно трудоемкий процесс. И тоже объединив крючок и спицы, между прочим, у меня такая идея есть. Вот из этой пряжи процесс трудоемкий, процесс долгий. Но одену я его один раз. Один раз. Потому что сейчас, в данный момент, мой образ жизни таков, что мне просто некуда надевать. Нет, конечно, я придерживаюсь такого мнения. Было бы что надеть, а повод найдется. У меня, допустим, выпускной у сына в этом году. Юбилей у мужа, у папы и так далее. То есть есть куда надеть. Но пока я не готова в плане физической формы. Не могу позволить пока себе надеть платье вязаное. И я Любовь немножечко повзаимствовала. Потому что здесь пойдет немножечко расход. И вот так, получается, я соединяю эти мотивчики. Вот это как раз я сегодня этим занималась. Думаю, чтобы показать же вам, что получается. Вот такая идея. Реглан. Спинка. Вот, конечно, тут одним рукавом, я думаю, что я пойдусь. Вот, есть, конечно, у меня идея помимо рукава еще сделать один элемент крючкового в этом изделии. Но мне нравится, как это смотрится на теле. Это смотрится вообще бомбезно. Очень классно. Очень здорово, необычно, ярко, броско. И вот это будет мое первое изделие, которое я свяжусь с себе на весну. Ну, дурак красный мурат. И я так же, вы знаете, я вообще, я настолько люблю красный цвет. И что я еще заметила. То ли у меня, может быть, зрение начало садиться. То ли, может быть, у всех так. Мне всегда было сложно в вечернее время при искусственном освещении вязать темную пряжу. Там, темно-коричневую, темно-синюю, черную. Вообще, это отдельная история. А тут я ловлю себя на мысли, что мне тяжело вязать красный цвет. При искусственном освещении вот все. Прямо вот у меня темнеет все в глазах. Может быть, ну, по крайней мере, раньше я не обращала на это внимания. Может, зрение садится. Может быть, не знаю, с чем это связано. Вот такая вот у меня появилась песня. Но очень-очень люблю красный цвет. И вот, друзья, я поделилась, я поделилась и похвалилась вам началом моего проекта. И пока мне идет пряжа, я буду продолжать его вязать. Вот. Здесь работают еще очень много. Кстати, друзья мои дорогие, я напоминаю вам, что у меня сейчас продолжается запись на курс кокетливый, который будет проходить 20 марта. Стартует он у меня. И курс смещенного реглана, который стартует у меня 27 марта. И у меня к моей зрительнице, к моей будущей ученице Елена, которая 9 марта через сайт Бусти приобрела курс регланомания. Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно быстрее. Вы не оставили никаких контактных данных. Я не смогу включить вас в группу, если вы не предоставите мне свой WhatsApp. Вы не написали мне никуда. Ни в социальные сети, ни на электронную почту. Я уже вам написала письмо на сайте Бусти. Проверьте чат. Напишите мне, пожалуйста, на электронную почту свои данные. Мне нужен ваш WhatsApp и фамилия, имя, отчество. Я знаю только, что вы Елена. Больше ничего. 9 марта была осуществлена покупка поста. Ваша электронная почта на Бусти также не зарегистрирована. Связаться с вами, кроме как по видео, я никак не могу. Это было такое лирическое немножечко отступление, потому что действительно, я не знаю, у меня завтра открывать группу, у меня один человек потеряшка. И всем остальным напоминаю, что запись на кокетливый и на смещенный реглан продолжается. Все, друзья мои, на сегодня все, что я хотела сказать. Я надеюсь, ничего не упустила, ничего не забыла. Желаю вам всем творческого вдохновения. Весна идет весне дорогу. Весной уже у нас начинает пахнуть. У нас красота несколько дней уже. Уже третий день теплы на улице такая, что мы обували весеннюю обувь и ветровки. И, соответственно, настроение поднимается, световой день увеличивается. Хочется больше вязать, хочется яркости, хочется интересных идей каких-то. Поэтому я всем вам желаю того же, чего желаю сама себе. Всем пока, дорогие друзья. До скорых встреч в следующих видео.